здравствуйте друзья письмо такое вот видите меня зовут дмитрий мне 35 лет живу в киеве в украине работаю в кинопроизводстве режиссером монтажа с недавних пор даже руковожу отделом режиссеров монтажа в сериале семья двое маленьких детей жена понятное дело карьера у меня развивается неплохо я себя чувствую в украинском уверенно чувствую в украинском кинопроизводстве я востребован имею большой опыт как самого производства так уже и опыт управления мысль переехать жить в сша у меня появилась изначально по двум причинам первое это то что стоимость моего труда в результате кризиса упала почти в два с половиной раза это видимо в валюте да а теперь мне даже занимая руководящую должность приходится работать на трех работах и вторая совершенно дикая что ли феодальная второе причина феодальная организация производства в моей отрасли система никак не ориентирована на развитие ни себя в целом никого либо из ее участников все глупо дико неэффективно ужасные условия труда и отношения или другими словами наш привычный постсоветский бардак как как везде да не не только видимо в киноиндустрии жена меня в желании переехать всецело поддерживает замечательно дети пока маленькие но я верю что и они будут за мы играем в батарею green card но пока проигрываем понятное дело что я хотел бы жить в лос-анджелесе потому что там голливуд и я мог бы быть там востребованным как профессионал и вот проблема в том 35 лет в том что я слышал достаточно противоречивые высказывания относительно того как там можно обосноваться в моей сфере одни говорят что и не пытайся там невозможно пробиться и даже не суйся другие наоборот говорят что специалисты нужны постоянно и то и другое правда что интересно так но я все равно не понимаю что делать из чего начать найти работодателя дистанционно у меня пока не получается все знакомые работающие в голливуде задирают нос и не сильно хотят общаться некоторые говорят что стоит приехать по турвизе и искать работу за кеш а там как пойдет но у меня семья оставлять ее здесь и ехать сам я не очень хочу а с семьей ехать на удачу рискованно и как мне кажется глупо стремясь цивилизованному обществу не хочется начинать свой путь с незаконного и не цивилизованного поступка существует ли какие-то законные пути попасть профессионалу со средним английским в сша и стоит ли ехать сразу в la может быть стоит для начала выбрать город поменьше может быть силиконовой долиной могут быть востребованы специалисты вроде меня заранее благодарен за ответ как вы видите друзья день сегодня не особо солнечный лимончики мандаринчики изумительно да ну ладно не особо солнечный поэтому с вами так лицом к лицу пока надо сказать что вот буквально вчера возник интересный такой обмен мнениями там женщина говорит что зачем вы сочиняете я зачем вы сочиняете такие дурацкие письма и потом значит даете на них такие дурацкие ответы вот и там но одни люди смеются а там кто-то говорит но он конечно не сочиняет сам но он видоизменяет чтобы подогнать под свои интересы иначе говорит он как еще раз крутишь канал я считаю наш канал достаточно раскрученным во первых во вторых во вторых я никогда не меняю текст и текст сам по себе совершенно замечательный что же я его менять то буду прелесть какая-то вот значит давайте мы к товарищу вернемся да дело в том что конечно работа в так назовем в кинематографе условно голливуд опять же а вот и солнышко ладно давайте мы переключимся на дорогу работа в кинематографе дело стремное в том смысле что действительно сложно пробиться очень много желающих очень много людей которые этим занимаются по всему миру да вот не то чтобы не делали там монтаж на день в пакистане я уж про индию вообще не говорю или там я не знаю норвегии то есть люди которые там работают и делают там видеомонтаж есть там телевизионные программы есть сериалы там и так далее и так далее поэтому понимаете значит вопрос в принципе вот последние слова письма то очень простые существуют ли какие-то законные пути попасть профессионалу со средним английским сша значит надо сказать что для попадания профессионалов сша никаких требований к английскому нет да об этом мы сразу как бы должны сказать это не является требованием если есть там скажем какая студия который хочет вас взять на работу и там может быть пол студии там соотечественников которые сейчас задирают нос потом может быть не будут а может быть будут мне кажется вообще вот в такой индустрии работаете что грешно жаловаться что кто-то задирает нос мне кажется это там достаточно обычное дело но не суть и вот да профессионал ну для профессионала есть специальная виза да вот есть h1b например и если вы нужны да то вас берут с этой визой то есть профессионалов так нанимают есть другой вариант для профессионалов когда ты просто получаешь грин карту просто получаешь грин карту как человек с какими-то замечательными способностями своей области достижениями там потенциалами и так далее вот есть такая есть такая грин карта за extra ordinary abilities значит можно так но если профессионал но если не украинского масштаба профессионал а так как бы международного вот поэтому вот я я думаю что основная заковыка в этом во всем состоит в том что если ты профессионал в чем-то в одной стране это не значит что ты в таком же качестве воспринимаешься в другой то есть там может быть другой другой стандарт и друг другая мерила и так далее значит обычно работу такого плана да я мое понимание обычного такое что либо есть ребят которые вас знают и там с собой за руку приводит тем более у вас есть знакомые но они как-то вот видите нос воротит значит либо вас кто-то за руку привел либо вы где-то познакомились с профессионалами другими из соединенных штатов это может быть например какая-то конференция международная там фестиваль какой-то но я не знаю где у вас профессиональное общение происходит значит конечно со средним английским это может оказаться не очень здорово потому что даже если вы попали в тусовку где правильные люди и в общем-то было бы было бы с кем про и поговорить произвести впечатление там завязать какие-то отношения может быть профессиональные там не только профессиональные вдруг английский средний вот и тоже конечно это не в помощь так если мягко вот но но это же не программист понимаете который пишет там какие-то языки программирования там фреймворки там и 5 лет опыта и примерно понятно поговорил с ним по телефону и отлично и я уже не говорю о том что на программист это людей дико не хватает их везут десятками тысяч из других стран квоты не хватает понимаете а тут кинопроизводства но сколько там народу вообще задействовано и сколько там из них например по рабочей визе вот действительно поэтому значит я бы сказал так может быть расширить может быть расширить представление о том как оказаться в сша как иммигрировать если бы был человек а грин карта был бы другой разговор грин карта есть он в лос-анджелесе там пошел по студиям пошел с людьми разговаривать английский ну пусть даже он по первости там я не знаю чем занимается чем-то простым не 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 профессиональный даже работой но зато английский подошел прошел годик он уже глядишь молодцом за это время на массовке походил с людьми перезнакомился тоже как-то да вот конечно если ты уже тут у тебя разрешение на работу это совсем другой заход но если ты придешь и скажешь я специалист по видеомонтажу я еще руковожу там проектами вот хочу работу вот этого уровня те люди которые говорят даже не суйся они вот об этом говорят те люди которые говорят там надо пробовать там приезжай делаю они говорят ну начни с любого уровня какой есть и дальше расти это не только в кинопроизводстве вы не представляете сколько людей самых разных профессий которые вот дома но вот больше там советское прошлое чем последние годы но вот из советского союза люди они там начальники и там боже мой тот каждый второй был вот в нашей волне эмиграции там каждый второй либо главный инженер либо он главный энергетик либо он там ставит главный бухгалтер там я не знаю все такие главные были а здесь не могли вообще просто никакой работ найти ну просто никакую не по специальности там не еще чего и они очень переживали на этой почве потому что им хотелось работу того уровня который у них было раньше а как где же взять это же другая страна ты попробуй из одного города в другой переехать своей собственной стране и чтобы тебе сразу сходу была работа вот такого уровня понимать приезжай там из станицы какой-нибудь краснодарском крае в москву и скажи вот я там был самый главный там я не знаю в чем вот и чтоб тебя в москве взяли самым главным по этой же самой линии понимаете там много народу там много предложений пошло-поехало а тут другая страна еще язык средний но как процесс это достижимо во времени да пожалуйста что там максимально достижимо я не знаю может быть там в целом планка ниже чем если он у себя дома я думаю что если он например из украины оказался бы например там в российской федерации и пытался бы в кинопроизводстве и так далее может быть у него тоже планка была бы ниже чем если он даже самая планка но там где он сейчас живет так что дело такое значит он мог бы посмотреть на другие пути иммиграции уже у него как бы усложняется задача тем что две вещи хочется совместить первая вещь это оказаться в америке а вторая вещь остаться в профессии и как бы вот там он такой молодец и хочет оставаться таким же молодцом той же профессии и и профессии в общем-то да у него такая как сказать сложная в в трансформации вот этой вот поэтому даже не знаю но есть люди преданные профессии и когда они этим путем идут у них занимает сколько-то лет но они поднимаются на какой-то уровень я просто как человек который каждый день занимается вопросами смены профессии я вижу людей которые в своей профессии они много лет потратили и и вот вышли на какой-то уровень а дальше не идет и они просто меняют эту профессию потому что в своей профессии находиться на не поймешь каком там уровне и неприятно им им некомфортно и им проще начать с нуля в другой профессии вот я просто вижу таких людей постоянно и у у них английский родной язык ну или там почти родной из индии например вот другие пути иммиграции тут мы упираемся практически неразрешимый такой да неразрешимый блок проблем когда ты хочешь попасть в страну которая не то чтобы так вот активно собирала народ по всему миру говорил приезжайте граждане поживите у нас там может вам понравится такого нет а есть как бы даже наоборот а сейчас обострение вот этого наоборота и ну мы не говорим про обострение мы говорим в целом вот как если бы там пару месяцев назад говорили значит лотерея замечательно а если не лотерея а тогда практически ну что ну ну вот да приезжаешь по турвизе там политическое убежище да вот есть люди так несколько мне гадоша вы так это говорите как будто вот там это так просто это не просто я никогда не говорил что это просто я говорю что это как бы канал такой по которому много народу проходит сейчас вот это я могу точно вам сказать это я вижу людей их много вот наверное потому что других путей более простых легких прямолинейных на они не находят там жениться он уже женат слава богу детки есть все замечательно значит а что он должен делать и вот это вот как бы до той поры пока в нем есть вот этот вот элемент он говорит как профессионалу переехать сразу сужается все вот к этой рабочей визе рабочей визе или может быть я я честно сказать не знаю насколько это возможно но но мне кажется что возможно если программистов можно привозить по я по визе для там экстраординарных способностей то люди творческие это несомненно он же он же участвует в сериалах он там какие-то у него есть достижения наверное есть что показать то есть я бы на его месте первое что бы сейчас сделал я бы связался с каким-то иммиграционным адвокатом но я не знаю у нас вот я могу сказать там светлана каф этим занимается сейчас много но она просто очень-очень занята прям вот сегодня она безумно занят но ну вы сами знаете что сейчас такие процессы идут ну и кроме этого она тоже за человек занятой но можно достучаться там дописаться дозвониться и поговорить вот на эту тему да экстраординарные способности вот я занимаюсь там видеомонтажом там сериалы туда-сюда и вот поговорить то есть в моем не профессионально компетентном мозгу я я не занимаюсь этим профессионально значит это выглядит как может быть наиболее реальный вариант и последний раз когда мы со светлана каф беседовали она как раз говорила что часто приходят люди вот у них какая-то мысль я хочу там политическое убежище он думает о политическом убежище он думает о там визе h1b он думает там еще о чем-то а дальше выясняется что очень органично например все это делается через визу с вот этими через грин-карту с экстраординарными способностями и ты приехал страну у тебя уже самая грин-карта прям есть на руках и делай чё хочешь поэтому может быть так пойти да хорошо значит я думаю что мы так тему как могли раскрыли там дальше рассусоливать не будем вот и хочу только сказать что еще раз что я вопросов не сочиняю и даже не модифицирую единственное мое участие так сказать давайте развернусь вроде солнышка такого нет там да единственное мое участие состоит в том что я какие-то вопросы могу например долго не брать для ответа потому что они очень длительные такие много места занимает это тоже достаточно большой но он не безумно большой но тоже вот полторы страницы понимаете можно там посмотреть сколько времени у меня прошло ушло на его прочтение вот такой вот ну поэтому поэтому если коротенько все так и вот тогда быстрее будет отвечаться вот ну и еще есть темы которые просто надоедают очень и нет возможности на них отвечать слишком часто то есть как бы вопросов много а фактически один вопрос вот я там знаю там php там python и так далее вот как мне лучше там закосить под что-нибудь и вот это это тяжело так вот каждый день там по два таких вопроса отвечать поэтому я делаю перерывы пока настроение не появится хорошо ребят счастливо жду жду хороших вопросов